В довольно парадоксальном положении оказались обитатели поселка Золотая Горка, что на природе в комфортной близости от Екатеринбурга. У них одновременно с одной стороны засуха, а с другой потоп. Причем потоп не по случаю весны. Людей топят их же собственные фекальные ручьи. А вот из кранов как раз не течет ничего по большей части. Это люк. Это не таяние снега. Это фонтан из канализационного люка. Малоэтажный поселок Золотая Горка, недалеко от Среднеуральска, где сейчас живет около 300 семей, еще лет 10 назад потенциальным покупателям преподносился, ну прямо как филиал рая на земле, жилье типа нового формата. А особый упор делался на то, что этот поселок имеет современные коммуникации, не зависит от дряхлых городских водопровода и канализации. И вообще это город будущего. А вышло все наоборот. Ни канализация, ни водопровод в потускневшей Золотой Горке не фурычат. Тогда как дряхлые коммунальные сети Среднеуральска как-то умудряются более-менее людям служить. Золотой Альянс. Вопрос к вам. Ваша канализация бьет в водопровод. И вынимается при дневной дороге. Компания с названием «Золотой Альянс» приобрела здешние коммуникации после того, как благополучно обанкротилась тутошная управляющая компания. Но ничего не изменилось. Местная жительница пишет, цитата, «У нас опять проблема. Сточные воды из канализации просто текут по полям, а питьевую воду перекрыли. Начиная с декабря холодное водоснабжение отключают ежедневно на несколько часов. Администрация Среднеуральска в своих ответах на наши жалобы сообщает, что дело в отключении насосов для перекачки воды либо в скважинах. Но никаких мер по ликвидации причин аварий не предпринимает ни администрация, ни собственник сетей». Администрация же Среднеуральска уверяет, что вопросы с подтоплением территории канализационными стоками решены. И мы вот видим, как они решены. Пишет, что восстановление оборудования скважины идет стахановскими темпами, а тем временем, дескать, мэрия доставляет в поселок воду в цистерне аж дважды в день в 9 утра и в 5 вечера. Правда, сами люди, которым эту воду как бы возят, утверждают, что с Нового года эта цистерна не то что дважды в день, она вообще всего один раз приезжала вчера. Это был первый и последний раз спустя почти сутки после очередного отключения. В общем, такая вот ситуация в Золотой Горке, в которой городское управление ЖКХ Среднеуральска намерено в прокуратуру жаловаться на неисполнение обязательств компании «Золотой Альянс». Альянска Альянска Мы Продолжение следует...